В соответствии со статьей 24 предпринимательского кодекса к малым предпринимателям относятся индивидуальные предприниматели с численностью работников до 15 человек с доходом не более 30 тысяч месячных расчетных показателей, то есть годовым доходом не более 8 3 миллионов 390 тысяч тенге. В принципе, предприниматели малого бизнеса могут воспользоваться данной льготой при численности работников до 100 человек при доходе за год не более 300 тысяч месячных расчетных показателей. То есть не каждый предприниматель может воспользоваться этой льготой. Кроме того, существуют ограничения на игорный бизнес, проведение лотереи, а также на тех, кто осуществляет аудиторскую и внешнеэкономическую деятельность. В общей сложности около 20 видов деятельности не освобождаются от налогов, а те, кто воспользовался льготами от государства, утверждают, что у них появилась большая возможность для дальнейшего развития бизнеса. У нас комитет госдоходов освободил на 3 года от уплаты части налогов. Это подоходный налог и социальный налог. Это для тех, кто работает по общей установленности метода налогообложения. Это порядка 1,5% нас освободили от налогов. Мы, как участники малого бизнеса, нам эти 1,5% данные, особенно данные, очень важны для того, чтобы эти 1,5% можно вложить дальше в развитие нашего бизнеса, для уменьшения цены, что в конечности отразится на конечном потребителе. Если это касается продуктов магазина, те же 1,5% снижения на социально важные продукты, это очень сильно отражается на малозащищенных слоях населения нашего города. Кроме того, ряд льгот предоставлен и предпринимателям, прекратившим работу с момента объявления чрезвычайного положения в связи с карантином. В соответствии с постановлениями правительства предпринимателей, в частности, кафе, рестораны, столовые, гостиницы, туризм и крупные торговые дома, также освобождены от налога на имущество на 2020 год. Данное постановление действует с 1 апреля по 31 декабря. В этом направлении 2134 налогоплательщиков, получивших льготы по Кукшетау, сэкономили 424 миллиона тенге. Отметим, что в управлении государственных доходов по городу Кукшетау зарегистрировано около 13 500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Около 10 тысяч из них освобождены от уплаты подоходного налога. Продолжение следует...